До своей дачи в СНТ Купавенко Олег Давыдов теперь добирается так. Закатывает брюки, надевает веселенькие резиновые сапожки, чтобы не поранить ноги о камни, и дальше вброд. Высокими сапогами, болотоходами обзавестись еще не успел, не думал, что на даче они нужны. Здесь он недавно и с подобным бедствием столкнулся впервые. Последнюю майскую ночь его семья запомнит надолго. В 2 часа ночи я просыпаюсь, слышу дождь сильный, смотрю, и с той стороны у нас есть обладной канал. Он вышел с береговки, у нас три высокие ступеньки, ну где-то вот посредину бедра мне. Залито уже по вторую ступеньку. Мы срочно будем всех, начинаем эвакуироваться. Одни сапоги на всю семью, получается, ну, паника у людей старшего возраста, да сам тоже начинаю паниковать. Олег с супругой, мамой и бабушкой проживали здесь на самоизоляции, и так делали многие. После потопа он своих вывез в город, а многие из тех, кто живет на даче постоянно, оказались заблокированы в своих домах. Хорошо, если этажей больше одного. Большая вода смыла на огородах весь будущий урожай. Посадки огурцов, помидоров, клубники, картошки, залила погреба и первые этажи домов. Мы сейчас не знаем, что делать, сколько там сейчас обойдется ремонт, как по проводке, что дальше. Вот, и каждый день сюда ездим, ничего мы не можем сделать с такой стихией самостоятельно, да, ведра меня откачаешь и тому подобное. Но, тем не менее, неприятно и страшно. В пойме реки Вори во время рекордных весенних ливней пострадали несколько расположенных по соседству садовых кооперативов. Но если в СНТ утро река совсем рядом, и это ее разлив стал причиной подтопления дачных участков, то в товариществах Купавенко и Дорожник все не так однозначно. До Вори отсюда полтора километра. Причина кроется только из-за большого количества падения осадков и, наверное, недостаточно каналов, которые должны отводить воду от СНТ, которые находятся в низинах. Воря разлилась и через болото, которое здесь недалеко от СНТ, вода зашла сюда, в это СНТ. Как мы видим, что вдоль улицы СНТ дренажные каналы все засыпаны для въезда транспортных средств, также поросль, администрации будет создана комиссия и направлены сюда сотрудники, специалисты, которые обследуют, дадут рекомендации председателям СНТ. Однако владельцы садовых участков просят подойти к проблеме более глобально. Нынешний потоп уже далеко не первый за несколько лет, и садоводы считают, что с дождями это не связано. Мы вас просим, очень просим. Мы будем письменно обращаться во все инстанции, куда можно, чтобы вы нам помогли установить факт затопления. Именно вот причина. Нам надо устранить ту причину, которая... Да, мы вас услышали. Тут надо проводить гидрологию этих участков, чтобы понять вообще причину прихода сюда такого большого количества воды. И будем обследовать вокруг земельные участки и смотреть, как можно сделать, чтобы отвезти воду. Безусловно, вода постепенно уходит. Еще вчера, по словам местных жителей, на улице ее было буквально по колено. А сегодня, как вы видите, здесь можно пройти даже без резиновых сапог. Но проблема подтопления участков все еще остается. Чтобы люди могли поскорее вернуться в свои дома и начать налаживать пострадавшее от стихии дачное хозяйство, власти обещают помочь им. Кому будет необходима помощь, будет организован подвоз и помп для откачки воды с земельных участков. Там, где необходимо, экскаваторами разберем завалы деревьев, которые упали вдоль реки.